Открытая студия. Открытое правительство. Проекта в создании комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году область взяла самое большое количество призов. Мы победили в пяти номинациях. Проекты какие победили в итоге? Спасибо большое. Я считаю, что победила вся Московская область. Но мы взяли больше всего номинаций из всей Российской Федерации. У нас победила Кашира Серпухов, Пересвет, Верия и Звездный городок. Хочу отдельно отметить Кашира и Серпухов, которые победили в номинации «Исторические поселения». Это очень сложные проекты, где вовлечен весь город в проект. Как Вы считаете, почему в этом году область взяла такое количество номинаций? Бонусы наши какие были? Вы знаете, на основе... Это второй год уже происходит конкурс. На основе опыта прошлого года мы сделали большую работу над ошибками и занимались не только архитектурой проекта, но и привлечением большого количества сторонних экспертов, таких как социокультурное проектирование, социология, экономика. И создали не просто архитектурную концепцию, а комплексный подход к городу с привлечением инвесторов, с привлечением внебюджетных средств, жителей, их мнения, опросы. Это огромная-огромная работа, которая сделала большие проекты. И мне кажется, у комиссии компетентной не оставалось просто выбора, как не дать нам такое количество мест. У каждого муниципалитета, который Вы озвучили, есть свои особенности. В том числе, я думаю, наверняка, когда реализовывался проект, уже выбирали архитектурную реализацию этих проектов, учитывали и это. — Слушайте, ну давайте, наверное, мы тогда пройдемся просто по каждому из наших победителей, потому что они все безумно интересны и все имеют свои особенности. — Ну это сложно было учитывать какое-то историческое наследие, архитектурную вот сейчас сложившуюся уже среду. — Абсолютно ручная работа. Это как произведение искусства. — С долгого это произведение искусства готовили. — Да, больше полугода каждой из концепций потребовалось нам много времени, и они все очень многосоставные. Мы до этого не умели делать такие проекты. Мы только начинаем учиться, мы молодое министерство, и вместе с нашим министром мы только начинаем путь в благоустройстве. И мы научились большому подходу. Например, мы стали включать в нашу программу другие министерства, мы стали включать работу с аварийными домами и программы ЖКХ на границе с нашими объектами. Мы стали работать гораздо больше с жителями. Мы гораздо больше стали, не знаю, как это сказать, есть такой термин социокультурное проектирование. Он подразумевает проектирование места с точки зрения в том числе самоидентификации людей, то, как они себя будут чувствовать в этом месте, что они там будут делать. Вот люди, о чем запрос людей был? Все-таки мы понимаем, что в области сейчас проводятся различные опросы по различным направлениям и тоже спрашивают, какой бы ремонт вы хотели сделать, где бы вы хотели установить светильники, где бы хотели камеры в видеонаблюдении. Вот вы со своей стороны запросы людей на что услышали больше всего? Самый больший запрос, он не совсем к нам имеет отношение, самый больший запрос жителей о том, что жители не спрашивают. А вот связанный с вашей деятельностью. Самое интересное, что больше всего жители жалуются на то, что их никто не слушает и не интересуется их мнением. Но в нашем случае больше всего жители жаловались на заброшенность территории, на неиспользуемость территории, на то, что территория нефункциональна. Это просто сквер, в который никто не приходит, например, отгороженный от всего мира автомобильными дорогами. Это старые дома, которые никто не ремонтирует, и перед ними нет никакой жизни. Больше всего жители в наших опросах хотели вернуть жизнь в какие-то куски города или вообще в весь город, как в некоторых случаях. Эти пять проектов победителей, в них есть вот эти пункты, где вы вводите в оборот, в правильном, хорошем смысле этого слова, неиспользуемые территории. В общем, наверное, это главная тема красной линии, проходящая через весь наш конкурс. Начнем с Серпухова. В Серпухове торговая площадь, она раньше называлась торговая, теперь это площадь Ленина. Это старая площадь в центре города, которая сейчас потеряла свой торговый смысл. Там очень широкие дороги полностью отгораживают эту площадь от мира, и она почти перестала функционировать. Мы своим проектом возвращаем ей торговую функцию, в том числе оживляя первые этажи и давая толчок тому, чтобы первые этажи заполнились какой-то торговлей. Открылся ритейл, туда стали ходить люди, открываем новые пешеходные транзиты через эту площадь, проходы, уменьшаем автодорогу и делаем удобными парковки и остановки общественного транспорта и проезд. И за счет этого это место начинает не просто новую жизнь, а это возвращается старая жизнь. Плюс, естественно, это все происходит с благоустройством, с удобными лавками, мафами, местами для отдыха людей и на пути транзитного движения и просто. Какое-то индивидуальное лицо Серпухова будет сохранено в архитектурном выражении? Конечно. Чем будет отличаться вот этот проект, скажем, от проекта другого победителя, в том числе тоже от Московской области? У нас у каждого проекта есть свое лицо и своя какая-то изюминка в идентификации, в навигации, в каких-то элементах дизайна. К сожалению, мы с вами на радио, это достаточно трудно вам описать. Но в данном случае Серпухов обретает сейчас свое туристическое лицо, в него все больше и больше приходят сейчас туристов и в центре города, в историческом центре города он получает дополнительное пространство для отдыха, для прохода, для привлечения. В том числе там, например, позволит разместиться в каком-то количестве кафе. В том числе в Серпухове мы в проекте открываем фундамент церкви Александра Невского и он будет замузифицирован и будет являться еще одной туристической и исторической достопримечательностью. А для жителей города он будет еще и являться некой точкой самоидентификации, они смогут ассоциировать себя в том числе с этим туристическим объектом. Стоимость проекта какова? Реализацию уже считали или это будет больше? Стоимость проекта очень большая, сейчас мы разыграли стадию концепции, она подразумевает все-таки достаточно большие мазки, поэтому я не могу вам сказать окончательную стоимость проекта, она будет уточнена на следующих стадиях. Но Серпухов выиграл 54 миллиона на этом конкурсе и это безусловно будет являться дополнительными деньгами для реализации, дополнительным бонусом, дополнительным плюсом. Но все проекты, вышедшие у нас на конкурс, подразумевают в том числе в небюджетные источники, софинансирование, поиск инвесторов. В небюджетные это будет инвестор приходить с частными инвестициями. Вот уже какой-то клич озвучен, у вас направление, Серпухов возьмем, сейчас дальше пройдемся по проектам, все-таки это туристическая направленность. Сейчас в области тоже очень много делается для развития именно этого сектора, это тоже сектор экономики. Уже есть отклик от инвесторов, которые готовы вкладывать в эту сферу? Безусловно, в основном у нас, конечно, туризм, даже в победителях этого года есть пересвет и звездный городок, который на данный момент не очень туристический объект. Звездный городок закрыт, а пересвет не очень известный людям. Город, мы попозже о нем поговорим. Вы решили монетизировать туризм в этом году? Туризм, да, туризм это важный, самый важный аспект, потому что нам хочется привлечь туристов, так как они являются двигателями уличной жизни, они являются двигателями, они раскачивают жителей на то, чтобы жители сами выходили на улицы, для того, чтобы открывался ритейл, для того, чтобы открывались уличные кафе, менялся бизнес, уезжали ненужные. Так вот, инвестор заинтересован и уже появился. Да, это было наше условие. Для всех проектах этого конкурса наличие внебюджетных источников обязательное, чтобы город сам в подготовке заявки в конкурсе находил какое-то количество и мелких источников, таких как кафе, рестораны, магазины продуктовые мелкие и крупных инвесторов, которые могли бы вложиться в этот проект. Это было обязательное условие. Все проекты обеспечены такими инвесторами. Предполагается, что инвесторы это все-таки наши, отечественные, если мы возьмем крупные, иностранный инвестор готов вкладывать тоже деньги в Подмосковье, в развитие туристической индустрии. Я абсолютно уверен, что иностранный инвестор готов вкладывать в нашу туристическую индустрию. Но в данном случае везде все-таки это наши инвесторы. Это какие-то, знаете, давайте будем честны, скорее всего, по большей части это соседи этого проекта. То есть это какие-то объекты и какие-то инвесторы, которые находятся по соседству с объектами благоустройства, или, если это очень крупные, то это по соседних городах или в соседних регионах, в этом городе имеющие интересы, которые, по большей части, конечно, радеют за проект, которым выгодно, чтобы не просто появилось новое благоустроенное пространство, а чтобы люди вышли и начинали получать удовольствие от этого места. Туристический потенциал считали? Закладывали этот пункт в проектах? Скажем, Серпухов, раз уж мы начали с него, открыли нашу беседу. Считали? Нет, не могу вам ответить, к сожалению, сейчас на этот вопрос. Пока это вот так же, как и смета, будет позже. Мы, безусловно, в этом проекте считали какой-то предварительный туристический потенциал, просто на данной стадии проекта он еще не разработан, к сожалению. Давайте дальше пойдем по проектам. Кашира Кашира это такой тоже экономический, наверное, такой потенциальный, ну, хорошо такой наполненный деньгами, производителями в разных сферах деятельности, муниципалитеты, там и агропромышленный комплекс уже представлен, и производственные площадки. Мы знаем, что там скоро появится особая экономическая зона. Но в данном случае мы все-таки занимались самым центром Каширы. Самым-самым центром, потому что, ну, это очень здорово, когда в Кашире развиваются очень разноплановые направления, и на окраине появляется большое количество разного, в том числе аграрного бизнеса. Но самое главное, это историческая его часть, это самая главная центральная, собственно, улица и все центральные скверы. И мы благоустроили центральную улицу Советская, площадь Урицкого и окружающую территорию, и смогли, например, сделать кусок города пешеходным в нашем проекте. Мы смогли приблизиться к памятнику архитектуры торговой ряды, который, ну, он в частной собственности, он не может входить в состав этого проекта. Но мы смогли, там есть инвестор, который может эти ряды оживлять, и мы уже делаем пешеходную улицу рядом с этими рядами. Сколько будет вот по длине эта пешеходная улица? Знаете, я думаю, что она будет в районе 800 метров, не очень большая, но это огромный шаг для Каширы, которая сейчас является вся загруженная автомобилями, там достаточно трудно продвинуться. Это очень длинный путь, мы не первый год занимаемся Каширой, это не первый проект. Пешеходная зона, она будет выложена как-то, как мостовая будет стилизация. Безусловно, в данном случае это историческая плитка, это брусчатка, это восстановление исторических зон, так же, вот, как я уже говорил, улочка вдоль фасадов реконструированных торговых рядов. Это открытие сквера, который сейчас огорожен забором, а появится полноценная городская площадка для вернисажей, в которой появится амфитеатр, в котором можно будет выступление смотреть, потому что там сейчас они исторически проходят. Это вообще такой тренд этого конкурса, этого года в благоустройстве, когда не просто исторические вещи восстанавливаются, но когда учитываются исторически сложившиеся мероприятия. Например, в этом месте действительно исторически устраиваются спектакли, и в проект мы вложили этот амфитеатр для того, чтобы люди могли не смещать свою зону. Так же, как у нас вот в прошлом году победил Дубна, где исторически занимались спортом. И это восстановлено в проекте, это появляется, и мне кажется, что это самое главное, когда жители могут не менять свой образ жизни, а он улучшается не через изменения. Они как играли в волейбол, как выступали, смотрели выступления, так это и продолжается, просто на более удобной площадке в том же месте. Мне кажется, это очень важно, чтобы житель не чувствовал, ведь переезд это как пожар, да, вот чтобы он не чувствовал вот этот вот переезд, да, чтобы его не перекапывали, не перелопачивали всю территорию, да, чтобы прошел ремонт, открылась новая территория, и житель себя чувствовал там как раньше, но только лучше. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что для вас по-прежнему работает Открытая студия, Радио-1 в Доме правительства Московской области. С вами ведущая Татьяна Исакова. У нас в гостях советник министра благоустройства Московской области Юрий Шередега. Юрий Викторович, предполагается использование каких-то новых современных технологий в рамках программы «Светлый город», установление освещения. Может быть, вот оно будет новое, современное, но, тем не менее, иметь какое-то историческое, под старину какое-то выражение, если мы говорим о пешеходной зоне. Смотрите, ну, программа «Светлый город», у нас все программы, через которые проходят через Министерство благоустройства, задействованы в этом конкурсе, и, безусловно, ну, ни один проект не может пройти без освещения. Безусловно, все проекты мы настаиваем, чтобы они проходили через программу «Чистое небо», которая убирает провода, убирает все вот эти висячие бесконечные, не знаю, как это назвать, сопли. Энергосберегающие лампочки опять-таки. И делает небо чистым, конечно, безусловно, это энергосберегающие лампочки, это, безусловно, безопасный регион, обязательно в установке везде камеры безопасности, для того, чтобы все это, ну, не только люди не боялись, но и благоустройство подольше сохраняло свой прекрасный вид. Насчет современных технологий, вы знаете, это такая странная история. Не всегда в исторических городах мы все-таки иногда настаиваем на восстановлении и использовании народных технологий, местных материалов, это тоже очень важно. И, например, то же установление той же брусчатки и старого мощения, оно очень важно и для жителей, и для самого проекта, для того, чтобы появилась вот эта вот атмосфера, да, вот когда вы едете на машине, у вас... Мне кажется, когда ты вот так на машине поедешь, вот это ощущение не самое приятное. Это если вы долго едете, а вот если у вас есть маленький кусочек, плюс, вы знаете, это становится очень безопасно, когда у вас, если вы слышите этот звук на автомобиле, вы замедляетесь, и это пешеходная... Не обязательно, нет, мы и мощение автомобильное тоже в этих местах предполагаем в некоторых проектах мощением, потому что это отвлекает автомобилистов, и они автоматически снижают скорость. Это своего рода такой лежачий полицейский. Ну, это такой звуковой лежачий полицейский, да, вы правы. Насчет современных технологий в благоустройстве, безусловно, мы сейчас используем все передовые технологии в благоустройстве, в том числе и переработанные материалы идут на производство лавочек, урн. У нас везде ставятся урны для раздельного сбора мусора. Это уже в общественных пространствах. Да, обязательно. Но в проекте мы закладываем обязательно такие уже. Здесь проект-победитель сколько получает? В данном случае мы с вами проговорили про Серпухов и Пересвет. Они победили в категории исторических городов, и оба получают по 54 миллиона. А Кашира? Следующий у нас идет Пересвет, который победил в номинации в городах от 10 до 20 тысяч населения. А Кашира это сколько? Кашир тоже исторический, 54 миллиона. Поняла. Кашира и Серпухов. А Пересвет это уже другая категория, от 10 до 20 тысяч, там 60 миллионов на победу, чуть-чуть побольше. И Пересвет это небольшой город, и мне кажется, что для него 60 миллионов это очень приличные деньги. Мне очень нравится проект Пересвета, потому что он очень сильно задействован на самоидентификации этого города, на идентичности элементов. Он очень... Такие это элементы? Нет, это мощение, это дизайн всего, что там создано. Они очень ярко дают очень яркий толчок к городу. В данном случае это некие аллюзии на космос, на сферы. А какие конкретно аллюзии на космос? Ну, там в мощении используются сферы, эллипсы звездных тел. Можно посмотреть под ноги и увидеть какое-то небесное тело. Безусловно, карту звездной системы, ну не звездной, наверное, это называется солнечной системой. Я не очень силен в астрономии, но это дает городу очень сильный толчок в возможности использовать этот брендинг при дальнейшем благоустройстве и в других вещах. Да, они могут выпустить в том числе сувенирную продукцию с этим ярким брендингом, они могут его использовать при благоустройстве парков, выпустить марки города Пересвет. И когда вот этот брендинг, он проходит через все-все-все сферы жизни города, жители начинают обращать на это внимание, ассоциировать себя в том числе с этим брендингом. И это прекрасно, потому что такое есть далеко не в каждом сейчас регионе, а благодаря конкурсу в данном случае здесь это появилось. Станет космическим городом. В том числе, не таким, как звездный городок, о котором мы поговорим позже, но космическим. Пересвет, безусловно, все элементы, которые стандартно должны использоваться в зоне благоустройства. Давайте вот тоже стандартные элементы пройдемся, какие будут во всех тоже получать. Сначала давайте не элемент, самый главный вопрос это новое зонирование. Все эти города, включая Пересвет, получили продуманное, серьезное зонирование территорий. Не просто площадь, а площадь, которая разделена на детские зоны, взрослые зоны, зоны для массовых мероприятий, в которых, безусловно, еще очень важно сказать, что все эти зоны должны использоваться все погодно и круглый год. То есть у нас с вами площадь летом торговая, зимой там каток, и обязательно в дождь могут быть какие-то навесы, в солнышко тоже используется фонтан в жару. Сейчас очень модно использовать сухие фонтаны, соответственно, зимой это просто плоская поверхность, летом все дети плещутся с огромной радостью. Поэтому сначала это зонирование, то есть это распределение территории, где что будет находиться. Потом обязательно какие-то элементы для каждой группы населения, и для маломобильных групп населения, и для детей разного возраста, разные детские площадки, от ясельной группы для взрослых детей. Потому что обычно это очень скучно, когда взрослый ребенок приходит на детскую площадку, а там только качельки, шарик один какой-нибудь. Соответственно, это безусловно, ну на центральной площади это редко применяется, но в парках это и для пожилых людей, и для спортсменов. Безусловно, это какие-то отдаленные прогулочные зоны для, в том числе, мам с колясками, для того, чтобы они могли гулять, когда ребенок спит. Потому что такие нюансы, как шум, например, они часто не учитываются в проекте, но нам это очень важно, чтобы ребенок мог поспать, и мама могла с ним спокойно погулять. Так же, как мы, например, стали совмещать сейчас спортивные площадки с детскими площадками, чтобы пока дети гуляют, та же мама или папа могли спокойно позаниматься спортом или просто провести какую-то беседу. Очень важные площадки это площадки для обучения, это амфитеатры, это сдвинутые лавочки. Это где можно какой-то мастер-класс провести, получить новые знания и посмотреть что-то. Сейчас, во-первых, очень стали модные экскурсии, для того, чтобы эта экскурсия могла остановиться. Чаще всего это какие-то видовые точки или какие-то благоустроенные точки в парках. Но не надо забывать еще о школах. Все парки у нас могут служить площадками для занятий по биологии, по труду, по спорту. И мы с вами, помните, в детстве привыкли, что у нас все дорожки в парке размечены на 100-200-300 метров для бега. Но не только же спорт. Надо же посмотреть, почему наши учителя, нашим детям не рассказывают в парках о том, как живет белочка и что она ест. Мне кажется, что это очень важно, и мы создаем для этого обязательно все площадки. Это обязательные. А вот индивидуальные тоже части мы уже затронули. Давайте, может быть, звездный городок, раз уже тема космоса-то... Ну, собственно, наверное, звездный городок, это достаточно странная история. В звездном городке мы благоустраивали отдаленную от центра территорию. Это новый микрорайон, который возник после. Звездный городок, как целое образование, возник примерно в один и тот же момент. И все благоустройство настроено на вот этот вот объем строительства. И когда в нем появились новые районы, они стали немножко отрезаны от этого общего благоустройства. На них немножко его как бы не хватает. Поэтому в звездном городке была благоустроена территория отдаленного достаточно района. И эта территория вокруг озера достаточно лесная и такая рекреационная территория. И мы позволили себе сохранить это. То есть мы сохранили и озеро, и лес, и места для исторических сложившихся там барбекю и спорта, чтобы жители могли туда выйти. То есть это благоустроенное... Космическая тематика как будет там отражена? Ну, в дизайне, безусловно. В дизайне. Звездным городком мы занимаемся уже, наверное... Какие вот элементы дизайна, связанные с космосом? 3-4 года. И в данном случае это общегородская навигация, которая имеет общий мблим. Хорошо. Дальше давайте. Что у нас? Верея. У нас последняя Верея. Верея, да. Последняя Верея, Звездный городок и Верея у нас попали в номинацию «Самый маленький городок» до 10 тысяч населения. Они выиграли по 40 миллионов. И Верея в данном случае, она и исторический, и малый. Но поскольку у нас было достаточно мало городов в этой маленькой самой номинации, такая тавтология, мы предпочли, чтобы Верея выступала как малый город, самый маленький. Верея один из самых старых городов Московской области. И в центре благоустройство задействует почти все дома, которые ограничивают это благоустройство. Это памятники архитектуры или истории. Поэтому это был такой очень цельный проект суперисторического города, суперисторического мощения, возвращения функций торговым рядам, которые там есть, оживление их. И Верея достаточно мало туристически сейчас задействовано. Мы очень надеемся, что с помощью этого проекта туда гораздо больше туристов приедет. Потому что это такой толчок огромный для города, для маленького города до 10 тысяч населения, 40 миллионов, это очень приличные деньги. И мы можем надеяться, что при учете того, что большое количество малого бизнеса заинтересовано и свои деньги тоже в это готово вкладывать, вся центральная часть города сможет там задействовать. Там тоже появятся те вот элементы обязательные, которые вы озвучили. В центре это будет, я так понимаю, ну помимо вот этого, это будет пешеходная зона. Это будет пешеходная зона, безусловно. Торговые ряды и какое-то место, вот такой большой маркетплейс такой, да? Ну, вы знаете, еще можно так в кавычках сказать город-ремесел. В Верея исторически очень много было из ручного труда и ремесел. Поэтому в этот проект неким таким посылом есть восстановление этого города-ремесел, которые не просто торговые ряды, но и какие-то мелкие магазинчики, которые смогут этим торговать. Возможно, даже в будущем и мелкие производства, которые смогут быть туристически привлекательны, как производство. Соответственно, это еще и большое количество рабочих мест, что это очень важно. Проекты есть, победители есть, частично суммы есть. Когда уже можно говорить о реализации, появлении бюджетов, каких-то вот конкретного плана действий? Когда вот можно обозначить начало работы? У нас сейчас это все сделается под руководством Варьи Леонтьевича Мутко. И мы все работаем. Ждете отмашки сверху? Нет, она есть, она существует. После того, как 31 мая были объявлены победители, нам был озвучен четкий очень план. И в течение лета сейчас пройдут все согласования на следующие этапы проектирования, на стадию проекта, на прохождение все это через экспертизу. Сейчас до осени все это случится под нашим полным ручным управлением. И к новому году должны быть заключены контракты на строительство. То есть 31 декабря будут уже определены подрядчики, будет проведен конкурс, определены подрядчики на стройку, которые смогут выйти прямо с первыми днями следующего года, что будет позволено сделать со снегом. И дальше, как только снег сойдет, будет реализованный проект. Спасибо. Гостям открытой студии «Радио-1» в Доме правительства Московской области был советник министра благоустройства Московской области Юрий Шередега. Для вас работала ведущая Татьяна Исакова. Оставайтесь с нами.